Добрый день, уважаемые зрители. Начинаем наш семинар безиндикаторный анализ валютных кросс-курсов. С вами Кирилл Рудович, менеджер-преподаватель официального партнера компании Alpari в городе Минске. Как видите, началось сегодня у нас обзор немножко раньше, на несколько минут. Давайте тогда посмотрим, что сейчас у нас по календарю, что на рынках и что мы можем предпринять. Для тех, кто в онлайне, я напомню, что вы можете задавать свои вопросы в чате, пишите, что интересует, что, собственно, хотите спросить. Я вижу все вопросы и стараюсь на них отвечать по мере поступления. Если же окно чата неактивно, тогда необходимо авторизоваться в личном кабинете, либо же его зарегистрировать, если до сих пор по каким-то причинам у вас личного кабинета нет. Для тех, кто впервые смотрит, напомню, что ведем мы аналитику на наш обзор без использования каких-либо индикаторов, исключительно по поведению цены и, собственно, от уровня поддержки и сопротивления. Что ж, давайте переключимся на рабочий стол, кратенько по календарю. Здесь сегодня день евро, статистика, в принципе, по евро вся выходит. Как видите, практически без изменений, без каких-либо влияний, соответственно, пока ничего интересного стоящего нет. Единственное, что в 16.00 тут речь драги, может, что-то скажет путное, а может и не скажет. Вот, давайте посмотрим, что сейчас у нас на графиках, какие у нас, собственно, здесь какая ситуация и что мы можем предпринять. По сделкам пока ничего не менял, Новозеландия стоит в продажах, золото тоже стоит в продажах. То есть пока ничего корректировать не буду, но до этого мы дойдем. Ко всему по порядку, да? Так, сейчас переключимся, пожалуй, на... Ладно, сначала быстренько пробежимся по основным парам, потом я расскажу по кроссам. По евро, что можно, собственно, ждать по евро? Евро сейчас возле уровня, почему и не пошли продажи по швейцарцу. Наталья, да, здесь Наталья вижу. То, что я обещал, это одно, а то, что делает рынок, это другое. Мы должны не бежать впереди рынка, а за ним следовать, то есть куда он идет. Поэтому, собственно, продаж по франку так и не было. И, возможно, пока еще в ближайшем времени не будет, но посмотрим. По евро, что можно, в принципе, сказать по евро? Сейчас евро на уровне торгуется здесь 1 на 11.20 примерно, да? Основная наша идея дождаться, собственно, когда евро уйдет ниже этого уровня и попробовать продать от уровня. То есть покупок от этого уровня я пока не вижу. То есть не видно, чтобы цена здесь какие-то попытки… Ну, были, конечно, попытки развернуться, но в целом пока же настрой именно на снижение. Если снижение все-таки будет, тогда пробуем, стараемся продать от уровня. То есть уходит цена пониже, ждем возврата к уровню и пробуем продать. Если же цена так и останется здесь, собственно, в каких-то проторговках, то пока лучше в сделки не лезть. Ну и по евро в целом, так как сегодня еще в 16 часов будут новости, в принципе, день будет немножко нервозный и, вероятно, каких-то здесь супердвижений до 16 часов ожидать не стоит. То есть возможно, что пара попробует здесь поторговаться как раз-таки у этой отметки. Может чуть выше, диапазон будет, может чуть ниже, но в целом, в целом же пока именно так. Вот по евро какой-то конкретики сейчас, к сожалению, нет. То есть не вижу. По швейцарцу, вот касаемо швейцарца нашего. То есть вчера продаж не было. Сегодня есть идея попробовать что-то сделать с уровнем 0.98 здесь примерно. Что можно, собственно, ожидать, что можно сделать? Можно ожидать, естественно, два варианта. Либо этот уровень, цена пройдет и пойдет еще выше, либо же с этого уровня попытается развернуться. Наша задача не пытаться опередить рынок, обскакать рынок. Посмотрим, как цена подойдет к этому уровню и какая будет на него реакция. Светлана уже продала франк. Что ж, замечательно. Посмотрим, насколько это будет целесообразно. Возможно, что стоит еще немножко подождать, пока он поднимется, франк, и попробовать продать его либо с нашего уровня, либо же, возможно, что франк попробует двинуться вперед. Поэтому с франком сегодня, что называется, шутки плохи пока что. Собственно, стоит нам посмотреть, понаблюдать. Пока же он, собственно, снижается, валится. Но я бы не стал прямо сейчас заходить. Вполне ожидаемо, что цена попробует подняться немножко повыше. Тогда-то уже можно будет что-то сказать. Опять же, по поводу сделок. Заходим в сделки только тогда, когда нарисуется какой-то конкретный сигнал. Прямо сейчас заходить в сделки я не советую, не рекомендую. То есть будем искать безопасный вход, безопасные сделки. Пока же, пока немножко рано. То есть рановато для продаж. Я думаю, что будет цена и получше. И тем более, если сейчас продавать, то стоп как раз-таки будет достаточно большой. Стоп за хайм. Как я понимаю, это здесь. У Светланы стоп. 97.80. Порядка 30 пунктов стоп. Не знаю, мое мнение, мой взгляд, что еще рановато пока продавать. Я могу, конечно, ошибаться, но в целом пока именно такое суждение. Плюс 20 пунктов это еще немного. То есть даже пока один в один со стопом не вышли. Даже без убытка пока еще почти нет. Я имею в виду без убыток. Это если ваша прибыль равна вашему стопу. Такой вот взгляд. Что ж, по швейцарцу, думаю, пока ситуация ясна. То есть будем стараться придерживаться нашего плана, нашей системы и заходить именно от уровней, а не там, где нам захотелось. По фунту. Что можно сказать по фунту? По фунту пока же ситуация какова. Возможно, что продолжится снижение, продолжит, собственно, фунт потихонечку съезжать. Поэтому есть у нас возможность от 53.30, 1.53.30 попробовать продать, попробовать зашортить. Соответственно, стоит нам пока дождаться более четких сигналов на продажу. И тогда можно уже что-то сказать. Пока еще немножко рано, рановато о чем-то здесь судить, дадим цене чуть-чуть отойти, попробуем его зашортить, попробуем его продать. Пока же именно так все и наклевывается. Движение не сильное, но в целом все может быть движением. Поэтому по фунту пока так. То есть скорее, скорее движение будет продолжиться, движение вниз, нежели он отскочит, отпрыгнет. Поэтому смотрим. То, что здесь прокол был, это понятное дело, что еще уровень не был пробит. Я об этом и говорю. По сути, свечка-то закрылась выше. Но то, что сейчас раскатывается движение, если сейчас движение пойдет, тогда можно будет уже о чем-то говорить. То есть я же не говорю, что прямо сейчас надо заходить в сделки. Даже если там 5 минутки те же взять. Тут насчет накопления, я понимаю, вот эти, собственно, проторговки. То, что тут движение было, это понятно, что ложное. Соответственно, то, что сейчас движение намечается, вот это уже возможно, возможно будет движение вниз. Но опять же, пока же я сделки не открываю, поэтому, соответственно, делок каких-то нет. Евро сходит вверх как раз от импульса. То, что евро может сходить и вверх, и вниз, я об этом говорил, поэтому мы оставили его сейчас без внимания. Почему? Потому что, во-первых, тут вышло валом новостей по евро, еще выходят. Вдобавок ко всему, в 16 часов пресс-конференция, может быть, евро и вверх с импульсом, а может точно так же и вниз. Я опять же говорю, что мы не пытаемся предугадать движение рынка, угадать, куда он пойдет направление. Мы заходим туда, куда рынок движется. По сути, по тренду мы торгуем, единственное, что мы пытаемся зайти в начале движения, а не там уже на его продолжение и так далее. То есть по фунту тоже пока сделку не открываем, но я говорю, что более вероятно движение именно вниз, то есть снижение продолжится. Вот насколько это будет правильно, насколько мы правы, собственно, увидим немножко попозже. Поение, кстати, вот ситуация поение, обратите внимание, 120-30 рисовал я уровень. Вчера я говорил, что только цена до него дойдет, будем смотреть, будем думать. Еще цена пока до него не дошла, но вполне вероятно, что попробует, собственно, цена и перемахнуть этот уровень, длинуться выше. То есть пока такой расчет, но опять же не дергаемся, не пытаемся здесь зашортить, что называется, быстрее всех. Ждем подтверждающих сигналов, только после этого заходим в продажи, заходим в шорты. Либо же заходим в покупки, если цена никак, собственно, на этот уровень не реагирует и двигается, перебирается повыше. Если цена повыше уходит, тогда можно будет уже делать покупки, можно будет покупать. Пока же, пока наблюдаем. Но вообще, судя по характеру движения, который тут был последние 4 часа, вероятно, что придется нам покупать иену, становиться в покупке. Уж очень и очень динамичный подъем. То, что тут рывок будет, не будет, это надо будет посмотреть. Так, тут, наверное, уже, ну нет, золото пока в плюсе, новозеландец. Вот, будет рывок или не будет, мы уже увидим. Но пока, пока, судя по всему, что продолжится рост, продолжится восходящее движение поедем. По Австралии, собственно, пока, ну тут поглощение, не поглощение, не столько поглощение, сколько вообще просто динамика, да. То есть, как это все дело идет. Обычно, если разворот, то там свечки потихоньку, как-то помаленьку, кое-как добираются. Если такое мощное движение, то маловероятно, что какой-то здесь разворот будет. Австралиец продолжает снижаться, можно было с утра зайти, да, то есть, кто не спал, в 4 утра, по-моему, была возможность. Но, собственно, я не зашел, да, то есть, так как у меня уже это было позднее время, я в рынке так поздно не бываю. Сейчас же, сейчас, что можно по Австралиицу сказать, каких-то мыслей, дельных советов пока нет по Австралиицу. Можно подождать, пока цена поднимется немножко повыше, попробовать поискать шорты чуть-чуть повыше, да. То есть, о покупках, о смене пока в лонг речи не идет. То есть, я думаю, что продолжится снижение. Единственный момент, как нам снижение это отработать, где нам здесь к снижению прицепиться. Пока же, пока каких-то советов нет. Канадец наверху был, по крайней мере, с утра, да. Что можно, собственно, судить по канадцу? Пока тоже ситуация не совсем ясная, да. Хотя бы подождать, как тут 4-х часовик закроется. Если закроется, то можно просто отложиться на максимум 32-90, но выше тоже 1.33 еще впереди. Пока ситуация мутная и что-то здесь советовать достаточно неправильно, да. Поэтому, собственно, ждем развития событий, как тут что будет дальше. Пока здесь, опять же, какие-то проторговки сверху идут. Возможно, что двинется вверх. До золота сейчас, Андрей, дойдем. Пока же сижу по золоту. Цели были по золоту прежние и остаются. Сейчас, секундочку, новозеландец. По новозеландцу зашли мы относительно неплохо. По новозеландцу, собственно, будем сидеть. Сидеть дальше, я думаю, что есть смысл. Высиживать до вот этого пика, ну вот, я думаю, что мы постараемся высидеть, постараемся взять, если нас, конечно, раньше не вытвесит. Но по целям это все реалистично. По золоту пока сидим. Я думаю, что дергаться незачем. Зашли мы с моей точки зрения правильно, поэтому есть смысл еще сидеть. То есть единственный вопрос по целям. Возможно, я слишком оптимистичные цели поставил. Возможно, где-то здесь можно будет уже, тут на 11.19, где-то здесь, возможно, придется прикрываться либо частично, либо смотреть, как, собственно, пойдет все дело. Пока же, пока сидим в продажах, предпочтительнее продажа. То есть я не думаю, что цена сейчас попробует двинуться наверх. То есть пока именно сидим, ждем в продажах. Ну, по крайней мере, я так буду делать, буду сидеть. А что из этого моего сидения получится, я сказать не могу. Так, сейчас пройдемся по кроссам. Переключимся, собственно, на кроссы. По основным парам вкратце, я думаю, понятна ситуация. Чего ожидать, пока какой-то конкретики нет. То, что открыто, то и держим. Так, сейчас мой компьютер прогрузится. По фунту Новой Зеландцы с утра смотрел, вроде франку еще и рыженькое добавить. Так, Светлана, вы как-то совсем негативно мыслите. Поэтому посмотрим. Надеюсь, рынок будет на нашей стороне и посмотрим, кто окажется прав. То есть пока же вход именно такой. По фунту Новой Зеландцы, то есть пока же с утра какой-то шорт смотрелся, но цена немножко убегает. В догонку, конечно, не хочется заходить. Я думаю, что в догонку пока не стоит. Можно, можно будет подумать, собственно. Подумать, 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 подумать. Нет, все-таки не будем мы сейчас пока какие-то здесь сделки делать. О чем можно будет, собственно, решить, если пара начнет влазить из... Так, что тут? Что тут у нас? Если пара начнет выходить из диапазона наверх, тогда можно будет говорить уже о покупках. Пока же пока... Ну, шорты опасны, конечно, а покупки еще рановато что-то делать. Не ясная картина. То есть по фунту Новой Зеландцу как-то совсем. Тут надо либо его рано утром смотреть, очень рано утром какие-то сделки делать, да? Либо же не знаю. Потому что тут за счет Новой Зеландца движения идут, поэтому сложновато нам как-то в это время сесть ему на хвост. То есть пока ставим его, не трогаем. Возможно, что получится его взять, собственно, в лонг. Так, австралиец иена. Помним мы, как, собственно, стартанула иена и по доллар, доллар иена, да? Поэтому ее пока лучше не трогать. То есть пары пока, которые с иеной, лучше не трогать. Но вообще по австралийцу иене как раз-таки смотрится шорт. Смотрится именно продажу, да? Ну, насколько это будет оправдано, не знаю. То есть Светлана уже из франка вышла. Ну, собственно, о чем я и говорил, да? То есть там по франку еще вопросы были. Так, так, так. По австралийцу иене. Пока давайте все-таки его не будем трогать. Глянем сейчас вот тот же евро-австралиец, как тут себя ведет евро. Тут за счет слабости австралийца, я так понимаю, что пара показывала какой-то даже рост, да? Поэтому сейчас, сейчас, пока что можно? В принципе, можно по евро-австралийцу даже рассчитывать на какие-то коротенькие ванги. 1,5790, от 1,58 можно что-то говорить, да? То есть вот тут у нас крышка. Если, собственно, нарисуется какой-то здесь разворот, можно будет заходить в ланги, да? Но вообще я бы в ланги посоветовал заходить не раньше, не раньше этой отметки, да? То есть если здесь цена начнет отрастать, начнет двигаться, то можно будет уже говорить от ланга. Артем пока по доллар-иене то, что он оттолкнулся, это еще ничего не значит, и я же, наоборот, склоняюсь не продавать его, а покупать только выше уровня. То есть пока лучше, лучше повременить. Это могут быть временные обманные движения. Понятно, что сразу цена очень редко проходит уровень насквозь, да? То есть, как правило, там какие-то маленькие откаты бывают, там 5 пунктов, 7 пунктов, 10 пунктов, вот. Но потом, потом она движется туда, куда двигалась. Поэтому ждем подтверждения, ждем активных каких-то сигналов. Только тогда можно будет что-то сказать. По евроавстралийцу, в общем, пока ставим алерт. Если все-таки соберется силами и двинется наверх, тогда можно будет говорить о покупках. Сейчас возможно, что опустится чуть пониже к диапазону, возможно, где-то с этого момента начнет потихоньку разворачиваться, отталкиваться. Так, золото наше пошло. Пошло пока минусом. Что ж, ждем. Золото на то, но и золото волатильное, чтобы ходить. Еврофунт. Давайте глянем по еврофунту. По еврофунту, в принципе, как и по фунту доллару, намечается, собственно, движение вниз. И я бы все-таки склонялся к продажам. То есть еврофунта. Возможно, сейчас мы попробуем что-то здесь. Какую-то точку. Давайте попробуем с текущего момента зайти с L-стопом. Стоп, конечно, за хай большой получится стоп. Мы его попробуем сейчас уменьшить. То есть по стопу будет примерно 72.60. То есть примерно такой стоп, если цена двинется наверх. То есть по еврофунту пока, собственно, такая идея. Попробуем зайти в шорт. Но по еврофунту можно, если действительно начнется движение вниз, то по целям до 0.70 в принципе, это все реально реалистичный сценарий. Поэтому можно держать. Так, так, золото, золото, золото. Золото пока держим. Фунт канадец. Давайте глянем, собственно, эту пару. Фунт канадец. Есть у нас еще фунт австралиец. Очень шустрые ребята. Фунт канадец пока внизу. И чего-то тут отдельного не показывают. Да, то есть возможно, возможно, что вот с прошлого, где был отскок, фунт канадец, вот мы по фунту канадца здесь, и фунт франк у нас следующий намечается. Возможно, что по фунту канадцу как раз таки и попробует он двинуться наверх. Возможно, да, то есть пока-пока, конечно, не ясная ситуация. Вот, по поводу сделок открывать по фунту канадцу пока не советую. То есть не ясно совсем. Похоже, что и по, как и по фунту доллару, да, если же дальше двинется цена. Здесь был шпиль сначала один, да, то есть возможно, что называется, почву потрогали, проверили, что там и как впереди, да, и возможно, что попробует двинуться немножко пониже. То есть пока-пока в сделки не заходим, но, собственно, как только начнется движение, можно даже будет к нему присоединиться, да, либо же на каком-либо откате. То есть пока-пока без каких-либо рекомендаций, наставлений, не вижу ничего. Фунт швейцарец. Ну, по фунту швейцарцу, собственно, что можно здесь сказать? В принципе, да, то есть какие-то продажи вот с верхней границы уровня, тут 1,4980 были, да. Если кто продавал, пока, я думаю, есть смысл поддержать. Не думаю, что надо закрываться. Конечно, вполне возможно, вполне возможно, что продолжим снижение, да, то есть пока же, пока вот то, что и был тут рост на 4-х часах, в принципе, ничего дельного не получилось. То есть вот эта шпиля, которая была, возможно, ну, просто прощупывают почву, думают, что делать дальше. Ну, вот, вот уже в плюсе. Думают, что, как, что, как посмотреть, да, что там происходит. Поэтому пока, пока, если кто-то в продажах стоял, я думаю, есть смысл поддержать продажи, да. Если кто-то еще не заходил в сделки, то лучше не заходить. Ситуация пока, на самом деле, неоднозначная, да. То есть возможно, что как раз-таки либо здесь в диапазоне и продолжат торговаться, а дальше уже будет какой-то выход из диапазона, да. Либо же, ну, начнет и дальше снижаться. То есть я пока за снижение, то есть за, 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 за снижение, да. Фонд Швейцарий. Вот. Тем более, если на Дневке тоже посмотреть, там как бы это снижение уже просилось. Естественно, дошли до уровня, который был здесь, да, и от уровня отпрыгнули. То есть недаром здесь уже раз, два, три, четыре, тут практически пять раз отталкивались, да. Да, возможно, что, может, сегодня именно тот день, когда пара попробует перейти на уровень пониже, да. Что ж, наблюдаем, смотрим, пока поспешных выводов делать не советую. Глянем еще фунт йену. А здесь то же самое. То есть видите, на всех парах по фунту такой вот, собственно, был шпиль, да. И сейчас пара, что называется, зависла, замерзла. Вот. Каких-то тут движений нет, хотя по йене, да, можно, можно сделать вывод, собственно, попробовать фунт йену продать, да. Хотя доллар-иена пока там, что называется, под вопросом насчет продаж, да. Но пока не спешим. То есть можно о продаже говорить, когда цена уйдет пониже уровня, когда опустится ниже, тогда можно будет что-то, собственно, о продаже говорить. И сейчас же пока-пока-пока советую не торопиться, кто в сделки не заходил, то если кто в шортах стоит, пока, думаю, есть смысл поддержать шорты. Возможно, что и попробует пара снизиться и опуститься пониже. Если же кто-то ищет сделки, то сделки могут быть только ниже текущего уровня. Когда цена уйдет ниже, тогда можно будет уже говорить о сделках. Ну, ниже 184 в идеале, тогда можно что-то подумать, что-то предпринять. Пока же, пока ничего. То есть не советую какие-либо здесь активности свои проявлять. По остальным парам, в принципе, я смотрел, а там ничего такого интересного не было. Единственное, можно глянуть фунт австралиец. Вчера, собственно, когда спрашивали про фунт австралиец в чате, сказали мы, что будет расти. В принципе, рост был. Что сейчас можно ожидать? Ожидать, возможно, что продолжится рост, но не такой, скажем, сильный. То есть пока лучше все-таки, если кто хочет сделки открыть, лучше от сделок пока воздержаться. Если можно, если кому-то чешутся руки, можно рассматривать покупки пока, но покупки повыше. То есть, по крайней мере, выше вот этих максимумов, 2.18.05 и выше, тогда можно будет говорить о покупках. Пока же, пока я бы не торопился с покупками. Ну, а кто в лонгах стоит, возможно, есть смысл хотя бы частично зафиксироваться, либо подкрутить, подтянуть свои стопы, чтобы не было потом неприятной ситуации. Ну что ж, золотишко, пока. В норме. На этом наш обзор на сегодня подходит к своему завершению. Встречаемся с вами в 15.00. Посмотрим основные валютные пары, посмотрим, как, собственно, текущие моменты отработали наши идеи. И, соответственно, уже обсудим дальнейший план действий. На этом у меня все. Встречаемся в 15.00. ТЕЛЕФОННЫЙ